Друзья, я продолжаю отвечать на вопросы. Первым делом хочу сказать несколько слов о комментарии, которые мне прислал Ол Лоджик в ЖЖ. В ЖЖ приходят, чтобы общаться, а не достучать тупоголовых. Вам люди задают вопросы, а вы их игнорируете. А другие люди это видят и думают, если ему сейчас на нас наплевать, то что же будет, когда он в Думу попалет? Мы уже имеем одно ежедневное вещание Путина по телеящику. Теперь еще и Ваше. Уважаемый Лоджик, я вам могу сказать, что вы несправедливые. Я, во-первых, отвечаю на вопросы, в-вторых, специально это делаю в виде видеопостов, чтобы у вас не было сомнений относительно того, кто это делает, только для этого. И отвечать я собираюсь на любые вопросы. Кстати говоря, я всю жизнь отвечаю на вопросы, вот буквально с 90-го года. А что касается Думы, то, естественно, я буду отвечать на вопросы. И вообще я думаю, что я сделаю так, что у меня будет регулярная сессия ответов на ваши вопросы, особенно когда я буду в Государственной Думе. И делать я это буду вот так, сам лично, чтобы вы меня видели. Так что не сомневайтесь. А в самое ближайшее время я снова соберу все вопросы, какие есть, и хорошие, и плохие, и злые, и умные, и не сильно умные. И постараюсь на них, на все ответить, какие только есть. Так что до встречи в эфире, как говорится. Вот, кстати говоря, следующий вопрос, это будет вопрос странного человека. Некоторые мои коллеги его называют троллем, но судя по тому, как он пишет и что он пишет, это странный человек. Так что ответ троллю будет сейчас. Респондент Костенюк пишет 26 сентября. А что же ты, когда был во власти, программу 500 дней не реализовал? Явлинский. Посадить бы тебя к твоему другу Березовскому хотя бы на эти 500 деньков. Там из тебя живо дурь предвыборную выбьют. Вот, мне первое, что хочется сказать, это ты сам-то понял, что ты спросил. Тут все слова отдельные, и вместе даже не складываются. И потом, что мне делать в Лондоне у Березовского, я тоже не понял. И потом, при чем здесь Березовский? И не был он никогда моим другом, даже скорее наоборот. В общем, что-то ты тут наплел. Ну, отвечать я, конечно, буду, потому что одна тема здесь есть, важная. Во-первых, 500 дней никогда, по большому сожалению, не выполнялось. Власть была выстроена таким образом, что либо ты участвуешь в работе этой команды, либо ты являешься как бы отщепенцем, который там находится только для того, чтобы какое-то время отмывать эту власть от настроений граждан. Именно поэтому в 90-м году я добровольно ушел в отставку от Ельцина. Я был первый, кто ушел в отставку после Николая Второго, кстати говоря. Я думаю, добровольно. До этого коммунистических людей и всяких членов правительства только либо выносили вперед ногами, либо сажали, либо увольняли с треском. Когда мне стало ясно, что не Горбачев, а затем Ельцин не собираются ее выполнять, я ушел в отставку, и никто ее никогда не выполнял. О чем же была ее суть? А суть заключалась в нескольких вещах. Первое. Я хотел, чтобы деньги, которые были у людей, не были уничтожены, а были потрачены на приобретение собственности. То есть, чтобы за советские деньги, которые находятся на счетах, в сберкассах, тогда на сберкнижках, можно было покупать грузовики, маленькие магазины, прачечные химчистки, землю, дома небольшие. Главным образом, средства, производства, чтобы люди за накопленные деньги могли создавать себе имущество, пользоваться этим имуществом, и появился средний класс. Это первое. Второй смысл заключался в том, что потом можно было бы этим людям продавать акции крупнейших предприятий, самых больших в стране, вместо того, чтобы раздавать их отдельным владельцам. Значительную часть этих акций надо было бы раздать. Это и был бы тогда народный капитализм, то есть капитализм, который приносит пользу почти всем людям, которые живут в стране. Третье. Программа в 100 дней предполагала свободу торговли, потому что как только люди обладали собственностью, им разрешалось устанавливать любые цены и вообще свободно вести дело. И главное, если бы это было сделано, в России не было бы криминальной приватизации. И сегодня мы бы жили по-другому. И ситуация бы в стране была совсем другая. Еще была одна особенностью 500 дней. 500 дней были рассчитаны на весь бывший Советский Союз. Они предполагали сохранение как минимум единого экономического пространства. Я считал это принципиально важным. Это был план, как сохранить единое экономическое пространство, как не разваливать то, что в Советском Союзе было хорошего, имея в виду, что все республики были единым народно-хозяйственным экономическим комплексом. Это была вторая часть программы 500 дней. Вместо этого была запустена программа, которая привела к гиперинфляции 2600% в 1992 году и уничтожила все сбережения. Сколько сбережений не стало, была проведена криминальная приватизация. И принципиальной позицией Ельцина и Гайдара был полный и необратимый развал всего экономического пространства. Вот какая разница между тем, что сделали и тем, что я хотел сделать с помощью 500 дней. А это был реальный, рассчитанный до деталей экономический план с различными версиями перехода. Этот план исходил из того, что реформа не должна отбирать у людей, а она должна давать людям что-то. Такой был принцип, а вовсе не наоборот. К сожалению, ничего этого сделано не было, и мы попали в очень сложную ситуацию, которую, кстати говоря, исправлять придется и в ближайшие годы. Обязательно. Именно в ближайшее время. Потому что в России надо создать неприкосновенный институт собственности. И я знаю, как это сделать, и у нас есть программа о том, как это сделать. И без этой программы, без реализации ее, все равно никакой настоящей, эффективной, современной рыночной экономики в России не будет.